Если ты против государства, ты против России. Точка. А что же это за государство такое, которое идет против здравого смысла? Государство страшно боится появления живой силы. Оно умертвляет режим Путина, режим Лукашенко, режим Мугабе, режим Ким Чен Ира, режим Айетол. Режимы. Общество против государства. Патриот обязан контролировать администрацию. Это его патриотический долг. Права человека, да? Вот это все. Это делают люди сами. А речь идет о речи, о свободе, слово. У каждого века свое средневековье. Добрый день. Это программа «Шиндерович в своем репертуаре». И Виктор Шиндерович, Ольга Бочкова, привет. Привет. Я хотела начать сегодня с исторической темы, хотя у нас есть, безусловно, и наши горячие пирожки, и свежие события, и мы все это будем обязательно обсуждать. Но мне прямо хочется начать с даты столетия смерти Петра Кропоткина. В феврале 1921 года Петр Кропоткин умер под Москвой. Тихо, скромно, не успев, судя по всему, окончательно разочароваться в том, что произошло уже к 1921 году. И не успев, возможно, разочаровать. Во-первых, он успел умереть своей смертью. Ну, начнем с этого. Потому что, дай ему бог, еще большего долголетия были бы вопросы с этим. Я думаю, что он успел разочароваться гораздо глобальнее и раньше прихода, так сказать, так называемой советской власти. Ничего там советского не было, никаких советов уже не было к никакому даже уже 1921 году. Кронштадтский мятеж уже был подавлен. Вот, поэтому разочаровался он глобальнее. И вот здесь, поскольку мы от Кропоткина знаем только по большей части лозунг «Анархия, мать порядка» и там слово «Анархизм», и вот здесь интересно пошебуршить, так сказать, поразглядывать, откуда это взялось. Откуда дворянин, древнего рода человек, государев человек, ученый, абсолютно вписанный, системный человек, как мы бы сейчас сказали, каким образом он становится, собственно говоря, анархистом? И здесь очень интересно... Каким образом он становится несистемным? Да, несистемным. Давай будем говорить более простыми темами. Вот системный человек, дворянин, более того, повторяю, древнего рода, абсолютно элитарный по рождению человек, абсолютно вписанный, ученый с огромным именем, дворянин, все как полагается, на государевой службе, все как полагается. Как он становится несистемным? Кропоткин в хорошем возрасте, 30 лет, 30-35 лет, занимался проблемой реформ, тюрем, городского самоуправления, вообще самоуправления, народничества, хождение в народ, образование народа. Не новая, а прекрасная идея. И жесточайшее разочарование в политике государства в этом направлении, в невозможности, в отказе государства реформироваться, в отказе государства делать рациональные шаги к самоуправлению, к обратной связи, к образованию, отказ государства, вражда государства, народников начали винтить, руки за спину, с образованием начали бороться урядниками, казачьими патрулями, Владимирской дорогой. И вот тогда системный человек, но приличный системный человек, начинает думать, а что же это, запятая, слово запятая, за государство такое, которое идет против здравого смысла, против образования, против прогресса, против логики. Зачем это государство? И бесстрашие мысли, вот многие тут и останавливаются, потому что как же государство? Государство – это наше все. Отечество, да, и ваше превосходительство в России склеены намертво. Как можно быть против государства? Ты против России. И отечество, и не отечество, и ваше превосходительство, это само собой, а отечество и государство. А ваше превосходительство – это и есть государство. Да, система и родина. Ну правильно, отечество, так ваше превосходительство, оно же и есть символ государства, ваше превосходительство. От вашего превосходительства до двуглавого орла, собственно, один шаг. Они же символы. Государь-император, он такой же символ, как двуглавый орел. Как можно против государева, государства, государева-человека? И эта склейка, мертвая склейка, вот как сросся цемент, кусок цемента, да? Разъять их силой, выжать семь потов, как сказано через веку Твардовского, невозможно. Это в цемент, это скрепилось. Здесь разобрать на химические элементы уже невозможно. Оно вместе. Если ты против государства, ты против России. Точка. Западные цивилизации, пошедшие по пути, так сказать, расчленения протестантизма, это мухи отдельно, котлеты отдельно. И потом блистательная уже 20 века американская формулировка, что патриот обязан, так сказать, контролировать, быть на стороне родины против администрации. Патриот обязан контролировать администрацию. Это его патриотический долг. Быть в конфликте с администрацией, которая ворует, которая лжет, это нормально. Да? В России как вот было намертво сцеплено, так намертво и сцеплено. Кропоткин в тот момент, когда все легальные пути для него внутри были исчерпаны, и было ясно, что вот этот вот лейбл государства, он мешает, он останавливает его. Но там был конкретный повод. Он не захотел участвовать просто в подавлении очередного польского восстания. Он бросил, они бросают в государственную службу, да? Выходит из государственной службы. И логика мысли приводит его к тому, что, ребят, она, да, вот к анархизму. Через социализм, разумеется, но к анархизму. Государство, он пошел, это крайний вариант мысли. Государство в принципе не нужно. Тут можно не согласиться с Кропоткиным, поглядев на сегодняшнюю Финляндию, на сегодняшнюю Данию, и сказать... Ну, можно и согласиться, потому что подразумевается не только ненужность государства, но и возможность такой самоорганизации людей, которая эту ненужность государства, собственно, вот и делает. Подчеркивает. Вот здесь очень интересно. Там, где государство путем многовековой реформации самих представлений о понятиях превращается в Финляндию, в Данию, да? Там, где государство есть форма самоорганизации общества, насквозь просвеченная, да? Абсолютно открытая, абсолютно легитимная. Где мы не знаем, мы уже говорили об этом в прошлых программах, мы не знаем фамилии этих людей, потому что это не важно. Кто там в Финляндии, да? Кто там в Финляндии, кто там в Норвегии. Женщины уже, кстати, давно. Милые, милые, образованные женщины. Значит, технократическое управление. Имена не важны, потому что это сменяемо. Да, сегодня один, завтра другой. Это совершенно не важно, кто. Работает машинка. Абсолютно просвеченная, контролируемая машинка. Государство, которое превращается в форму самоорганизации общества, эффективную. Да, это государство, но о нем Кропоткин не мог и знать, не дожил. Да, до сегодняшней Финляндии не дожил. А то государство, которое он застал, и которое мы застали здесь же, потому что в этой метафизической стране. Государство, которое годится только для пыток. Только для того, чтобы сделать жизнь невыносимой. Только для того, чтобы тебя бить по рукам, сажать, давить, грабить. Не для чего другого. Такое государство логически. И вот здесь мы переходим, да, к тому, как мы... К встрече государства с обществом, которое состоялось в отчетный период. Да, оно состоялось в отчетный период, и оно, с одной стороны, внушает ужас и... Безнадегу. Безнадегу. А с другой стороны, одновременно с безнадегой оно внушает надегу. Надегу, конечно. Это надо рассказать, потому что... Это надо рассказать, да. Но вначале надо рассказать еще... Надо просто... Я хотела тебе еще... Историю совершенно поразительную. Вернее, не поразительную, а поразительно параллельную. Историю про того же Петра Кропоткина, который был молодым ученым, как мы бы сейчас сказали. И который на заседании географического общества императорского делал очень важный, очень смелый, очень прогрессивный и очень прогрессивно-научный доклад про ледниковый период. И он этим занимался всю жизнь. А на следующий день его отвезли в Петропавловскую крепость за революционную деятельность, за политику. И это прямо... Ну, это же прямо сегодняшний день. Ледниковый период, да. Ледниковый период. А это было, между прочим, в 1870-каком-то году. Боже мой. Это было в конце позапрошлого века. Но да, оптимизм в том, что вот эти люди, которые сейчас точно так же оторваны от своих докладов, от своих книжек, от своих... В фильтрационном лагере. Да, от своих, я не знаю, там, компьютерных программ, от своей работы, от своих семей и от всего, чем они жили, оказались сотнями и тысячами человек в самых разных застенках, в том числе в фильтрационном этом лагере, который называется Сахарова. Вот точно бог не фраер. Да, абсолютно. Потому что фильтрационный лагерь Сахарова, это, конечно... В год, годовщик, в год столетия Сахарова. В год столетия Сахарова, это гениально. Это совершенно гениально, это прямо... Это вот бог не фраер называется. Это рифма, знаешь, уже даже удивляться этому невозможно. Потому что рифмы каждый день какие-то возникают, а это всего лишь одна из многих. И даже не самая, кстати, звонкая еще. И, конечно, ужасно то, что туда попали люди все ни за что. Потому что даже если человек вышел на митинг и на акцию... И даже если он выкрепнул любую лозунгу. Да, даже если у него был какой-нибудь там кусок бумаги с какими-нибудь буквами, с какой-нибудь надписью, он имеет на это право даже по Конституции, даже нынешней Российской Федерации. Не говоря уже о том, что многие эти люди никуда не выходили. Или выходили не туда, где им написали в протоколе. Ну, понятно. Или не выкрикивали того, что им приписали. Или не они. Или они были курьерами, которые ехали на велосипеде, везли еду, например. Их тоже там загробастали. И всех туда в это сахар. И это, конечно, абсолютная безнадега. Но надега заключается в том, что люди, оставшиеся снаружи, невероятным образом самоорганизовались. И это просто невероятно. То есть доставка еды, доставка воды, доставка лекарств, доставка контактных линз, адвокаты, которые бесплатно работают. Правозащитники. Потрясающие. Марина Литвинович, героическая, которая там носится с тоннами этой еды и вот этого всего, что нужно людям. Мария Эйсман, которая сама приезжает в суд и спрашивает, кому нужно помочь. Кому помочь. Которая сидит всю ночь в ожидании того, что человек рано утром выйдет. А это Сахарова, это 60 с лишним километров от Москвы. Это не Красная площадь, мягко говоря. И эти утреи еще запретили подъезжать, чтобы их забирать. Люди, которые организуют выход, потому что человек выходит, он может быть без телефона, он может быть без денег. Он не планировал ехать за город зимой. Ему помогают доехать до дома, где бы он не жил, в каком-то другом конце Москвы. Собирают деньги. Собирают деньги. В разы повысились помощь. Человек выходит, а его встречает, например, бумажка, где написано, что ты вышел, мы за тебя рады. Вот тебе QR-код, вот тебе телефон. Или найди там какого-нибудь человека, скажи, куда тебе ехать, например, в 2 часа ночи или в 6 часов утра. Это началось еще в 19-м году, когда тоже были массовые репрессии. Я, так сказать, видел это своими глазами и с той, и с другой стороны, потому что, значит, и меня встречали, ну, я немножечко публичный человек, но точно так же встречали всех остальных. Это замечательно. Это вот самоорганизация общества. Государство, таким образом, государство, налипшее на нас снаружи этой коросты, которую надо сдирать, сдирать, оно способно только причинить вред, а люди самоорганизуются, да, то есть они делают функции государства, правозащита, права человека, да, вот это все. Это делают люди сами. Не просто вне государства, а против государства. Общество против государства. А еще одна рифма с Кропоткиным. Ему, правда, государь-император дал перо и бумагу в камеру, чтобы он, Кропоткин, чтобы он писал, продолжал свои научные приносить в Петропавловской крепости, продолжал приносить пользу Родине. Через несколько десятилетий эта схема взаимодействия будет названа шарашкой, знаете. Да-да-да, шарашка, шарашка. Вот да-да-да, именно. Но эти внутри наши нынешние политзаключенные, да, где нет почти людей без высшего образования, там очень, ну, по крайней мере, половина, по крайней мере... То есть люди с незаконченным высшим образованием, которые первый раз вышли на акцию. Да, которые первый раз вышли. Просто по возрасту с незаконченным. Но эти люди, эти люди организовали лекторий в этом Сахарова. Лекторий. Люди по очереди делают в этом обезьяннике, да, промерзшем. Они делают доклады по своим темам. Остальные слушают. Это такое самообразование. Поскольку там есть люди самых разных профессий, самых... Им есть чем поделиться. Им есть чем поделиться. Вот. Совершеннейшая самоорганизация общества в чистом виде. Мы это наблюдали еще, когда был Крымск, Крымское наводнение 13-го года. Когда государство, как всегда, организовало это, потом врало, и потом еще, значит, да, мешало. Но люди самоорганизовывались, ехали добровольцы туда помогать, да, помогать, ввезли тонны, тонны... Ехали туда, и я просто прекрасно помню эту площадку на Воробьевых горах, которую организовал, опять-таки, героический митя Олешковский, в том числе с друзьями, да, и где просто день и ночь принимали то, что нужно было передавать этим людям, паковали все это, тяжело работали. Потом государство, немедленно, как оно делает со всеми инициативами, оно потом это выхолостило и взяло под себя. Как с бессмертным полком, они это присвоили. Присвоили, уже когда готовое. И оттуда начали... То есть это стало местом опять дележки. То есть это местом стало, куда стали выделяться деньги, и стало быть, туда пришли люди, которые заточены на воровство денег. Ну да, и они попытались там тоже как-то загробастать волонтерство, волонтерство, как бессмертный полк, но это все равно не отменило волонтерство. Не отменило, не отменило. Значит, государство способно нанести ущерб, дальше государство способно, еще способно взять, использовать энергию общественного движения, как вам повторяю, в Крымском, да, и парализовать его, и сделать это денежным мешком, и туда набегают уже другие люди, уже не Митя Олежковский, который будет свои деньги вкладывать и собирать на помощь, а будут приходить люди, чтобы пилить казенные харчи. Вкусненько-вкусненько, как говорит один из них, да, вкусненько-вкусненько, финансирование подоспело, надо в этом поучаствовать. Совсем другие люди. Вот мы видим, возвращаясь в дело круг по поводу фигуры Кропоткина, государство и общество. Государство перекрывает все пути и не использует даже то, что как бы вот ему просто шар в лузе стоит. Использовать общественную энергию. Ну, используй на благо, на дело. Люди сами пришли, тебе не надо ничего делать. Да, используй общественную энергию на благо. Но государство заточено только на насилие и воровство. Но что было в этом рационального, в разгроме крымского волонтерства? Они испугались. Люди могут самоорганизовываться сами. Люди могут сами, да, с помощью фейсбуков своих, инстаграмов, договариваться о встрече, сами определять повестку, сами что-то делать, не спрашивая их. Сегодня, да, сегодня ты играешь, жаж, а завтра родину продашь. Сегодня ты самоорганизовался на том, что на крымское волонтерство. Но точно так же можно сорганизоваться десятками тысяч на что-нибудь другое. Государство страшно боится появления параллельной силы просто, живой силы. Оно умертвляет. Вот это вот, значит, анестезия такая, да, заморозка. Оно замораживает все, что можно. Мы сами скажем, когда нужно парад, мы вам скажем. Мы организуем этот парад. Мы свезем несчастных вассалов-бюджетников, дадим им в руки сами транспаранты, какие нужно, какие сами напишем. Мы дадим деньги на это. Мы сами, мы народное движение организуем сами, симуляцию. И потом Эрс это покажет с Орлиного пролета вот эти массы, да, статысячные на поддержку Путина. Мы сами все сделаем. Не надо вас. Вас не надо. В чем феномен, скажем, вот государства как форма самоорганизации? Чем известна Норвегия, кроме того, что они там какое-то время назад занимали первое место по уровню жизни? Каждый гражданин Норвегии в среднем состоит в 4-5 общественных организациях. Не наоборот. 4-5 общественных организаций. Это низовые вещи. Это вот свой квартал, свой райончик, город. То, сё, пятое, десятое, волонтерство какое-то, участие. Государство, собственно, в этой ситуации, государственный чиновник, который сидит за картонным столом, да, в дешевом офисе, да, который просто помогать, он призван помогать, к нему можно прийти, да, он эффективный менеджер должен быть, действительно эффективный менеджер, имени которого тебе не надо знать, потому что он должен знать твое имя, он должен знать, кому помочь. И он для этого посажен и получает свою небольшую зарплату, небольшую. Вот 4-5 общественных организаций на человека. И это идеальное, это вот государство, которое выросло из самоорганизации граждан. И существует только как форма самоорганизации. Мы пошли совершенно, продолжаем идти, совершенно противоположным азиатско-африканским путём. И уже давно позади очень многих стран из Азии и Африки, когда я говорю об азиатском пути, я имею в виду, ну, как мы говорим, западный путь, да, мы же говорим, западный путь, это может быть и Новой Зеландия, и Япония, да. Ну, ты хочешь сказать, что... Это не географически. Да, путь моделей диктатур. Да, 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 путь моделей диктатур. Там, где мы знаем, как... Мы точно знаем имя главы государства, потому что от него, собственно, всё зависит. Он казнить, миловать, давать деньги, ввергать нищету. Все эти аяталы, да, все эти великие вожди и так далее, и так далее. От него зависит жизнь. Естественно, мы знаем имя, да, режим Путина, режим Лукашенко, режим Мугабе, режим Кимченера, да, режим Айетол, режимы. Режим Чаевеса, Муган, кто там, Мадуро, режимы. В нормальной стране Набоков на вопрос о его политических предпочтениях отвечал, мои политические предпочтения таковы, что портрет главы государства не должен превышать размеров почтовой марки. Вот он точно определил санитарный, гигиенический, допустимый размер. Почтовая марка хорошо, больше уже не надо. Там, где портреты главы государства, да, там, где это уже дирижабли, там, как правило, страшно жить. Там, где ты видишь дирижабль с изображением главы. Вот знаешь, для меня... Неожиданный пример приведу, вернее, неожиданный, а из совсем другого контекста. Вот для меня важная, самая важная вещь про российские 90-е годы, про которые бесконечно спорят, и спор этот, видимо, никогда ничем не завершится, и останется спором, и конфликтом, и так далее. Да, но для меня самая важная история, хотя я понимаю, в общем, аргументы и той, и другой стороны, которые спорят, говорят, да, хорошо, плохо, ужасно, тяжело, бедно, демократично, прогрессивно и так далее. Но для меня самое главное про 90-е годы, это то, как много может сделать российский человек, если государство ему не то, что не помогает, а просто не мешает, просто не лезет руками. Это лучшее, что сделал Горбачев. В какой-то момент, когда вот разрешили там, перестали наказывать за частное предпринимательство, государство просто убрало лапу, оно уже ничего не могло, оно лежало в проличе. Единственное, что... Вначале оно не могло, потом оно решило просто принципиально не трогать. Не трогать. И обрати внимание, за месяц появились товары, продукты, вот эти челноки, вот эти люди с огромными сумками. Ладно, челноки, но дело в том, что мы до сих пор этим живем, потому что, например, у нас создана потрясающая в России цифровая культура, которой нет во многих других странах, да, потому что мы пользуемся кучей сервисов, которые вам кажутся привычными, мы пользуемся кучей всевозможных технологий, которые нам кажутся нормальными, а на самом деле нет. Потому что в свое время все это создали в 90-е годы на ровном месте, не приватизации старых предприятий, а созданием абсолютно чего-то нового. Вот сначала... Это только один пример, понимаешь? Мы до сих пор этим всем живем, и нам кажется, что так было всегда, так не было всегда. Это произошло, и это было создано в тот момент, когда государство перестало бить людей по руках. Вот просто, все, что нужно, как сказано было у Салтыкова и Щадина про Угриума Бурчеева, все, что нужно было, отойти в сторону. Уйди. У меня была такая фраза в 90-м году, там, отчаянная. Не видите выхода, вы в нем стоите. Вы в нем стоите в этом выходе. Просто уйдите из него. Само оно все... И выяснилось, что действительно, ведь было совершенно же отчаяние такое, начало 80-х годов, когда казалось, что те 15 приличных человек, которые были, они отсюда уехали. Ну, там, не 15, а 10 тысяч, сотен. Каких тысяч? Сотен. Мы знали поименно уехавших, бежавших. А юбиляр этого года как раз был отправлен в ссылку в Горький. Да, да, да. Значит, мы знали несколько имен, которые символизировали какой-то другой путь, но, в общем, было совершенно послушное, агрессивно послушное большинство, по формулировке бессмертной профессора Афанасьева. Было вот это вот... Потом оно стало агрессивно послушным. Оно было просто унылым, никаким. О, поднимали руки, я поднимал руки. Умер Брежнев, я помню, на комсомольском собрании. Я об этом... Встать надо, встал. Сесть, постояли, сел. Мне в голову не приходило, что я имею отношение к жизни этого государства. Что сделал Горбачев? Он навел меня на мысль, что я имею отношение к стране своей, что я могу в этом участвовать, что я могу что-то сказать, я могу куда-то... Мой голос, да, без меня народ неполный. Вот это вот платоновское, да, вдруг выяснилось это. Это огромная энергия. И когда... Правда, сейчас они не уйдут, в отличие от коммунистов. Они слишком завязли в крови и воровстве. Они сами не уйдут. Но когда каким-то образом матушка из Авгиевой конюшни эти, да, когда история, значит, направит это русло, и это дерьмо Авгиева, да, и все снесет, то через какое-то время обнаружится, что есть, повторяю, и честные, умные, инициативные, все это есть. И мы сейчас видим, вот кто-то из тех, кто сидел и сидит в этом Сахарова, да, мы о них еще услышим. И вот это очень важный момент. Мы о них услышим, дай бог о них услышать. Это будет означать, что возвращается свобода. Если мы всей страной услышим об этом человеке, это значит, что он пригодился России, потому что альтернативный вариант, он просто уедет, или он маргинализируется, сопьется, затихнет, ни тише травы ниже, да, или встроится. Тоже я знаю пару замечательных людей, и ты знаешь, которые встроились, которые решили, что я буду им, что-то можно делать, да, внутри, в какой-то, да. Вот на Russia Today пара бывших бунтарей работает. Значит, туда им и дорога. Человек должен, человек должен жить свою жизнь, мы об этом говорили. Но надежда России по-настоящему именно в тех людях, которые готовы сами, которые готовы организовать лектори в фильтрационном лагере. Вот это действительно надежда. Государство тупое сегодняшнее. Ну, собственно, какого государства? Вот эта банда. Конечно, для них свободный человек. Они не знают, что делать со свободными людьми. Это вот я сформулировал применительно там к Лукашенко и Марии Колесниковой. Вот рулить массами, да. Вот дайте мне электорат, дайте мне, да. Дайте мне массы, я поведу массы, я скажу, куда идти миллионам. Но когда появляется свободный человек, ты не знаешь, что делать с этим свободным человеком. Ему надо, его надо, ему надо доказать, что ты прав. Его надо, да, конкуренцию надо выиграть за его мозги, за его душу. Они не умеют этого. Они могут только пугать, они могут только класть вниз лицом. И они изо дня в день демонстрируют полное отсутствие, полное отсутствие альтернативы. Они уже ничего не делают, они только выжигают и кладут в лицо. Вот мне, например, это тоже внушает оптимизм, если честно. Потому что не то, чтобы я хотела бы, чтобы предложили что-то более изощренное, коварное и жестокое. Но тот факт, что ничего не предлагается, кроме физического количественного наращивания давления дубинок задержанных и так далее. Ну, увольнений. Увольнений, да. И так далее, шантажа, вот это все. Понятно, что в этом нет ничего хорошего, разумеется. Но со стороны государства нет никаких других идей. И может быть, это хорошо. Понимаешь, какая штука? Из кризиса у человека, который в жару, у него два выхода, как известно. Он либо выздоравливает от высокой температуры, то есть высокая температура это показатель того, что организм борется, но можно и помереть. И мы видим и тот, и другой вариант в истории. Тут бабушка надвое сказала, как всегда, это цыганское гадание. Это будет или так, или так. А как именно, в каждом конкретном случае мы не знаем. И есть вариант, естественно, несовместимости с жизнью такого способа управления. И это значит, что поменяется управление каким-то образом, вот авгиевой конюшки. Но есть, к сожалению, вариант, повторяю, какой-нибудь гаитянский, корейский, и там, да, туркменский. То есть просто всех все выжгут, да, те уцелевших заставят просто уехать или маргинализироваться. Ну, а там-то еще и не дают уехать. Ну, белорусский, самый ближайший пример. Белорусский. И самый близкий. Да, и самый близкий. И мы видим, что просто посреди Европы государство, просто вот тебе Польша, вот тебе Литва, все, ничего. У каждого века свое Средневековье. А вот посреди, рядом с Польшей и Литвой, вот это. И это может годами длиться. Естественно, оно, поскольку оно не развивается, оно каким-то образом рухнет, но сколько еще жизни на это уйдет, сколько еще будет покалечено, и в какой точке мы, бог с ним, в Беларуси, сейчас не про нее речь, в какой точке, хотя это связанные вещи, в какой точке мы окажемся, когда это рухнет, вот важный вопрос. Что тут будет? Тут будет дикое поле. тут будет просто, как кто-то сформулировал замечательно, так сказать, матрешка из Кущевок. Тут ничего, кроме бандитов, собственно, не останется. Посмотри на эти, да, кто рулит, кто создает там правила игры. Бандиты. И уже много лет. И останутся только бандитские правила. Мы, когда все это рухнет под давлением каких-то обстоятельств, экономических, или просто на банановой кужуре какой-нибудь поскользнуться, но это мы в чудовищно низкой точке. И дальше нужно, к сожалению, это не все, поскольку лучше не станет сразу, да, к сожалению, нужно терпение. И вот здесь замечательно, недавно прочитал у Александра Мения такую похвалу терпению. Есть другое значение терпения, не рабское, да, а терпение делать усилия, терпение переживать, пережидать и преодолевать неприятности. Терпение понимать, что в этой терминологии на все воля Божья и это требует времени. И работать, не ожидая, что это будет быстро. Вот такого терпения хватит ли, чтобы снова не свалиться, не пойти за каким-то очередным популистом. Ты обещал мне сегодня в нашей рубрике Беливме рассказать что-то свеженькое. Давай. Нет, нет, нет. Тема, тема-то... Нет, не свеженькая, тухленькая. Тема-то свеженькая, тема свеженькая, но от нее идет разговор гораздо более... То есть тема предметная, разговор идет гораздо более общий. запрет мата теперь, да, и в социальных сетях, как ты знаешь. Да, только я напомню, что Беливме это такая рубрика у нас, когда мы выбираем какие-нибудь новости кто-нибудь из нас, которые похожи на настоящие. И задача заключается в том, чтобы... Понять. Понять, да, где была настоящая новость, а где автор сообщения, в данном случае это Виктор Шендерович сегодня, где-нибудь там что-нибудь немножко придумал и подрисовал. Так, я буду угадывать. Ну, это легкая история. Она просто такая красивая, что я решил ее не портить лишним туманом. При обсуждении в Комитете по культуре Государственной Думы закона о запрете мата в социальных сетях депутатами Пьяных и Ананских было внесено предложение о запрете на территории РФ чувашского языка как самого матерного. Предложение набрало два голоса. Почему Чувашского? Это похоже на анекдот про велосипедистов, нет? Да, но тем не менее, при обсуждении в Комитете по культуре Госдумы, чтобы ты расчленила, где правда, где ложь, закон о запрете мата в социальных сетях депутатами Пьяных и Ананских было внесено предложение о запрете на территориях чувашского языка как самого матерного. Ну, должно сказать, что, конечно, есть такая история в Российской Федерации с языками народов Российской Федерации, и там все не так просто, поэтому я задумалась с одной стороны. С другой стороны, почему чувашский язык с третьей стороны, что за странные фамилии депутатов, ну, к фамилиям мы придираться не будем, это непрофессионально, вдруг они окажутся настоящими, но у меня одно возражение здесь, в конечном счете. Не внесено, а внесено. Внесено, я первый раз сказал внесено. Все, неважно. Вот это вот мое главное возражение. Это правда. Давай. Да. Значит... Раскрывай карты. Нет, нет, все кроме... Чувашского языка. Все вранье. Нет, все вранье, кроме фамилии депутатов, они подлинные. Так. Вот. А почему чувашский? Я придумал. Я придумал. Я придумал. Дело в том, что чувашский, вообще-то, на самом деле, он один из самых мирных и тихих на территории Российской Федерации. Да. Но правда в том, что чувашский язык родственник венгерского языка, они принадлежат к одной уральской группе. А венгерский язык действительно... Угорский, если уж, но то пошли. Да. Значит, ну, по разным источникам. Финно-угорская. А венгерский язык действительно, как и норвежский, это два самых грубых языка. Потому что восходит к Атиле, к гунам. Много слов? Нет. Там самое разнообразное. Потому что мат это экспрессивная лексика, да, это, так сказать, трансляция вражды. И у гунов, и у викингов этого было поболее. Мы еще на Бересте писали тут, когда они... Или вообще ничего не писали. Когда они уже сформировали огромный пласт матерного языка. Потому что они были завоевателями, и это у них была психическая атака. Это была... Ну, трансляция вражды. А вот чувашский родственник. Но сам чувашский язык самый... Один из самых тихих. Но... Слава Богу, потому что чувашская культура, она совершенно прекрасна. Она чувствуется, да. И она удивительно сохранившаяся именно в своей вот такой вот прекрасной архаике. Да. Более широкий взгляд на эту тему. Значит, запрет, запрет мата. Сначала они запретили ненормативную лексику. Во-первых, они назвали ненормативную лексику, обозвали нецензурной бранью. Я на своих книжках теперь пишу не просто плюс 18, а я пишу в книге, я обязан написать, да, в книге присутствует нецензурная брань. Полная ерунда. Я не бронюсь. Я легко обхожусь, да, нормативной лексикой. Но когда надо, я использую лексику, как и всякий пишущий человек. Я уже говорил, я отношусь к этому, так сказать, врачебно. Если нужен лазер, значит лазер. Если нужна клизма, значит клизма. Клизма ничем не хуже лазера. Это просто на разные случаи. Да, на разные случаи. Если мне нужна такая лексика, такой, как Сорокин, да, который пишет разными языками, можно другой лексикой. Это техническая вещь. Но я как идиот пишу, иначе книжку нельзя выпустить, присутствует ненормативная брань. Правда, я теперь пишу, никто мне не запретит расширять. Я пишу в книге, присутствует тщательно отобранная автором. Пишу я, нецензурная брань. Плюс 18. Сначала они запретили в книгах. Сейчас они дотягиваются до соцсетей. А подожди, если мы употребляем слово нецензурный, нецензурная брань, это же то же самое, что неразрешенный митинг. То есть митинги разрешены, а цензуры нету. А цензуры нету. По законам-то, понимаешь? Да, да, да. А цензуры нет, но нецензурная брань есть. Точно, по формуле. А теперь они приходят в социальные сети. Ребят, моя страничка на Фейсбуке, собственно говоря, это мой прямой контракт, как у евреев с Богом, у меня с Сукербергом. Да? Прямой контракт. Мы договорились, что он дает мне возможность, да, спасибо ему за это, с вами общаться, с теми, кто хочет со мной общаться, кто не хочет, не общается. Да? Это моя территория, это моя квартира. Ты не хочешь, не ходи. Да, если тебя оскорбляет моя лексика, ты имеешь полное право, 140 миллионов россиян и все остальные, кто уехавшие, имеют полное право ко мне не ходить, как у Жванецкого, 25 в 10 утра не приходи. Не приходи сюда. Это моя территория. Они дотягиваются до моей территории. Они запрещают мне, на моей территории, разговаривать так, как я хочу, с теми, с кем я хочу и кто хочет разговаривать со мной. Так дальше тебе запретят разговаривать, например, по твоему собственному мобильному телефону, теми словами, которые ты хочешь. В твоей собственной квартире, на твоей собственной жилплощади тебе запретят. Конечно, конечно. Ну, собственно говоря, мы все возвращаемся, второй раз за эту программу, Салтыков-Щедрин, где в современной идиллии полицейские говорят, значит, полицмейстер, что ключи от квартиры должны быть в полицейском участке, чтобы всегда можно было зайти и проверить благонадежность человека. Не подсказывай. Ты что? Они это знают уже без нас. Они приходят, ключей у них нет, они просто, у них и болгарка есть пока что. Значит, они дотягиваются уже до, но в более широком смысле речь ведь не о буквах, не о том, какое количество точек после буквы можно поставить, да, а речь идет о речи, о свободе, слова, любого. И выясняется, и уже давно выяснилось на территории Путинской Российской Федерации, что есть запретные темы, что их нельзя критиковать, даже нормативными словами. Есть запретные имена, мы знаем, которые нельзя произносить. да. Человек вышел с пустым листочком, его уже арестовали. Есть запрет на высказывание. Подожди, подожди, это важно. Человек вышел с пустым листочком. Это запрет на что? Там же нет слов. Это по старому совету по старому анекдоту смысл есть, потому что уже понятно. И так всем все понятно. И так всем все понятно по старому анекдоту. Так это запрет на что? Это запрет на смыслы. Это запрет на то, чтобы просто открыть рот и ничего не сказать. Вот смотри, это запрет на... Можно ничего не говорить. Это запрет на молчание? Это запрет на смыслы. Молчание может производить смыслы. Вот фонарики, которые предлагают зажечь Навальный, да, 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 фонарики в определенный час. Ну, неважно, да, волк. Это мы договариваемся, что свет этого фонарика несет смысл. Они будут разгонять это. Это запрет не на слова. Это запрет на смыслы. Они хотят контролировать смыслы. Этим они в полном соответствии, так сказать, с законами просто психики, они их сами создают. Они сами создают эти смыслы. Они противоположны жизни. То, что жизнь человеческая, общение человеческое, это постоянное создание смыслов. Подожди, запрет на смыслы. Которые содержатся, например, в горячем фонарике или в пустом... Листе бумаги. Листе бумаги. Это значит запрет на мысли. Это значит, что они хотят залезть в твою голову и сказать тебе, не думай о большой белой обезьяне. Вот, совершенно верно. Вот, не думай об этом. Да, вот между... Мы проверим, о чем ты думаешь. Да, но ты привела очень точный пример. Поскольку запрещено думать о большой белой обезьяне, то ни о чем другом думать уже нельзя. Да, это очень понятно. Они... Это ментальная паника, конечно, с их стороны. Это ментальная паника. Они не в состоянии на территории смыслов, они не в состоянии конкурировать с нами. Ну, не в состоянии. Потому что их чугунная логика разбивается, они проигрывают. Они проигрывают. Потому что, как мы говорили раньше, нет никаких идей, кроме количественного увеличения насилия. Да. Или давления. Их сегодняшнее счастье заключается в том, что ОМОНа у них больше, чем протестующих. У них хватает ОМОНа на протестующих. Это их единственный довод. И профилактика, которая заключается в том, в демонстративных порках. Вот они взяли и выпороли. Они дали сроки. Они уже не глядя, журналист, не журналист. Они демонстративно наказывают, как бы говоря, транслируя наружу. Смотрите. Выпилили артистку с сайта театра. Да. Ну, это мелочь. Ну, это демонстративно. Да, но можно посадить главу медиазоны. Можно посадить в тюрьму на 15 суток. Или не продлить контракт с главным режиссером. Значит, они могут только более light, менее light или совсем не light, если говорить об избиениях, о крупных тюремных сроках, о пытках тюремных. Они транслируют насилие. Это вещь эффективная, но с побочками, как говорят в медицине, с побочками для государства. То есть там можно... Вы можете нас положить... Согласились, вы победили. Вы можете нас положить не с лицом. Дальше так и будем жить. А кто вам будет... А кто будет что-то... Вы же что-то о стране говорили. Вы чего-то говорили о науке. Вы чего-то говорили о цивилизации. С этим закончено совсем, потому что если элита, если взаимоотношение государства с населением заключается только в том, чтобы придавить, так сказать, коленом и сделать больно, и унизить, публично унизить, тогда не ждите, да, как Остап Бендер, да, Инги Зайонс. Не будет, любви-то уже не будет. Ну, не получается. Изнасиловать можно. Это милости просим. Это все происходит в наших глазах. Только любви не получается. И на одном стокгольмском синдроме долго не проедешь. Долго не проедешь. То есть это для убогих. Это для убогих. И мы видим этих убогих. К сожалению, в число убогих вписываются там люди, про которых мы этого не знали, которые изо всех сил пытаются это оправдать. Возвращаясь к Кропоткину, вот у кого не было стокгольмского синдрома. Он был честным государевым человеком. До тех пор, пока не обнаружил, да, что государевые интересы и интересы прогресса, которому он служил, и думал, что он служит этим и государству, вот одновременно, или одновременно, служить прогрессу и государству, оказалось невозможным. Кропоткин без стокгольмского синдрома сказал государству бай-бай, да, и пошел в сторону прогресса, нелегитимного, с тюремными сроками, с бегством, да, совсем был нормальный человек, с нормальной психикой. А большая часть, большая часть населения, да, их парализует, хотя они не столбовые дворяне, как Кропоткин, но их парализует. Возвращайся, сделав круг, мы снова в эту логику приходим. Их парализует разрыв контракта с государством, разрыв контракта с властью. Ощущение вот это, и власть это все время транслирует, если ты против государства, ты против России. Хотя сегодня всякий человек, который выступает против этого государства, он как раз за Россию. И это нехитрая аналогия, да, как должен поступать, что должен делать немецкий патриот в 30-х годах прошлого века? Кого считать немецким патриотом в прошлом веке, в 30-х годах? Простой довольно вопрос. Он простой. Что он простой? Это простой вопрос? Сегодня простой вопрос. Да? Сегодня простой вопрос. У тебя есть на него ответ? Да. У меня нет. Патриоты Германии боролись с Гитлером. Но сегодня... И как им это удалось? Как удалось, так и удалось. Они боролись с Гитлером. В диапазоне от тех, кого гильотинировали в берлинской тюрьме, это Томаса Манна и Леона Фихтвангера. Да? Они боролись с Гитлером. И в этом проявлялся их немецкий патриотизм. Но это понятно сегодня, когда Гитлер стал абсолютным злом и закаменел в этом качестве. И уже с дистанции века можно сказать, ну, конечно. В процессе... Читай Брехт. Смех... Страх отчаяния. Да? Страх отчаяния империи. Вот. В процессе, конечно, патриот это тот, который кричит хайль. Патриот, который вместе... Патриот тот, который приветствует Берлинскую Олимпиаду 2006 года. Патриот тот, который приветствует освобождение судеб и возвращение в родную гавань. Он, конечно, патриот. Патриотом быть в этом смысле, таким патриотом быть очень просто. Просто, как сказано в фильме «17-мая невезда», просто скажи хайль, да? Знаменитый монолог генерала, да? В исполнении Николая Гориценко. Просто скажи хайль. Тебе не надо думать, за тебя все решили. Ты просто с большинством. Очень просто быть таким патриотом. Только исторический анализ показывает, что все полеты в исторические пропасти в Германии, в России, в Уганде, где угодно, все совершаются большинством по отмашке сверху, под крики «Ура!» при стопроцентной поддержке лидера нации, бессмертного, великого, дарованного небом и так далее. Все полеты в исторические пропасти, вот какие мы знаем, начнем загибать пальцы, все делаются большинством, поддерживаясь, патриотами. Патриотами. Да, только, знаешь, не поднимается рука осуждать малообразованных, не очень счастливых, не очень богатых, не очень удачных и не очень довольных своей жизнью, может быть, людей. Понимаешь? Тут важно, надо понять, о чем мы говорим. А кто их научит дважды два складывать? Они не Кропоткин, понимаешь? Послушай меня, мы же не обвиняем, мы констатируем, то, что я говорил, это констатирующая часть, это не обвинительная речь, это констатирующая часть. Дальше ты спрашиваешь, кто научит? Есть кому научить, есть кому научить, есть эти люди. Доступ к ним государство отрезало. Все образовательные программы, лучшие образовательные программы, нет, ну, конечно, есть на канале культура, какой-то там, да, и даже на первом канале в ночное время Эрнст замаливая свои кровавые грехи будет пускать хорошее кино. Человеку в 7 утра вставать. Да. Какое ночное время? Именно. Вот для своих, вот такой закуточек для своих. Но, естественно, государство транслирует и не пускает к образованию, не дает, не дает разговаривать. Есть, конечно, есть, ну, просто мы уже говорили, да, Тамара Натанна и Дельман, да, она же будет, она же маргинал, она же маргинал. То есть, историческое образование, попытка через историю увидеть сегодняшний день, то, что она блестяще делает вслед за своим великим отцом, да, это просто не позволяют делать для миллионов, это делается, спасибо, для десятков тысяч, даже, может быть, для сотни, но никак не иначе. Я не обвиняю и странно обвинять, речь идет только о о цене, о цене за невежество, о цене невежества. Невежество демонической силы, писал Маркс, да, и мы опасаемся, что она послужит причиной еще многих несчастья. Я марксист. Да, у нас сегодня прекрасная программа От Кропоткина до Марксида. с Виктором Шендеровичем, который с предыдущей эфиры рассказывал, как он не любит левых, но сегодня у нас от Кропоткина до Маркса, через Ленина и всех остальных, ну, так получилось. Это была программа Шендерович в своем репертуаре. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, принимайте участие. Виктор Шендерович, Ольга Бычкова, пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова